Всем привет! Вы на канале Двиджая и это последние новости из Индии. Вы смотрите выпуск номер 9. Если вам он понравится, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Если вы с чем-то не согласны или наоборот согласны, пишите в комментариях, все обсудим и подискутируем. Итак, в этом выпуске. Последняя статистика по коронавирусу. Ганга размыла могилы умерших от ковида. Индия перебрасывает новые войска к границе с Китаем. И последнее, что происходит? Даже божества в Индии надели маски. Подробнее об этом в конце выпуска. Оставайтесь с нами и поехали! В Индии за все время выявлено 30 502 362 случаев заболевания коронавирусом. С 30 июня наблюдается небольшой рост новых случаев. За последние сутки заболело 46 617 человек. Количество смертельных случаев за все время составило 401 1050 пациентов. За последние сутки умерло в Индии от коронавируса 853 человека. Как сообщает Рейтер, в штате Утар-Прадеш после муссонных дождей и подъема уровня реки Ганги произошло размытие большого количества могил. Предполагается, что основная их часть принадлежит умершим в апреле-майе этого года от коронавируса. Тогда крематории были перегружены и родственники были вынуждены хранить своих близких в неглубоких могилах на берегу реки Ганги. По данным местных властей, за последние три недели кремировали 108 тел, найденных в Ганге. Также они сообщают, что была организована команда из 25 человек, которые занимаются кремацией тел по берегам Ганги. Как отметил представитель правительства Утар-Прадеша Навнит-Сигал, муниципальным чиновникам даны строгие инструкции проводить процесс кремации с максимальным уважением к телам погибших. Индия направила дополнительно не менее 50 тысяч военнослужащих к своей границе с Китаем. По словам четырех человек, знакомых с этим вопросом, за последние несколько месяцев Индия перебросила свои войска и эскадрильи самолетов-истребителей в три разных района вдоль границы с Китаем. По заявлению неназванных источников, сейчас на границе уже сосредоточено около 200 тысяч индийских военнослужащих. Это больше на 40%, чем в прошлом году. Официальные лица в Нью-Дели никак не прокомментировали эту информацию. Сообщается, что со стороны Китая также происходит наращивание военных сил у границы с Индией. Напомним, в мае и июне прошлого года произошло военное столкновение между индийскими и китайскими военнослужащими, на территории которой контролируется Китаем, но оспаривается Индией. В результате этого инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. С китайской стороны, по неофициальным данным, пострадали 43 человека, в том числе были тяжело раненые и погибшие. В начале этого года, 24 января, Индия и Китай достигли договоренности об отводе передовых войск на границе между двумя странами. И вот спустя меньше чем через полгода, де-факто, это соглашение уже не действует и обе стороны снова увеличивают свои военные силы на границе. Пандемия коронавирусной инфекции не только меняет наш повседневный уклад, но и вносит свои коррективы в религиозную жизнь. В Индии стали продавать статуэтки божеств уже с масками и другими средствами индивидуальной защиты. Как заявляют продавцы, покупатели очень благосклонно относятся к новому виду божеств и охотно покупают их для своих домашних алтарей. Продолжение следует...